Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о 44 главе книги пророка Езекииля. В 44 главе мы обнаруживаем некоторые весьма важные вещи, касающиеся будущего храма и, собственно, будущего устроения жизни в Израиле. Обратите внимание, что до, собственно, возвращения, которое, конечно, происходило не одномоментно, в несколько караванов, и возрождение заняло продолжительное время, тем не менее, до этого еще полвека. Видения это даются Езекиилю всего лишь через 25 лет после захвата Иерусалима. То есть, еще длинный-длинный путь до окончания плена, едва ли не два поколения. Тем не менее, Езекииль говорит о будущем храме, о том, как надо будет выстроить в нем взаимоотношения с Богом, собственно говоря. Потому что все эти богослужебно-уставные детали, во-первых, не настолько уж судьбоносны, а во-вторых, далеко не очевидно, насколько они реально соблюдались в возрожденном храме. В самом ли деле Езекииль служил, так сказать, шаблоном для возобновления богослужебной жизни? Скорее нет, чем да. Но начинается 44-я глава с того, что муж с тростью измерительной, который, собственно, показывает Езекиилю все вот эти вот видения, начиная с 44-й главы, приводит к внешним воротам храма, обращенным на восток, и они затворены. В предыдущей главе было сказано о том, что вот восточные врата храма, через них проходит слава Господня. Она проходила через них, когда ушла на восток, при осквернении, разрушении храма, и расторжении Завета, через восточные ворота. Она прошла, это слава Божья, почила в храме Господнем, наполнила его, и все, и эти врата будут затворены вовеки. Врата есть, а открывать их нельзя, потому что Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. И даже если князь пойдет этим путем, сядет в этих воротах, чтобы есть хлеб перед Богом, совершать благодарственную трапезу, но даже князь вот как подошел, так и отошел, не пройдет через ворота. Эти ворота закрыты, потому что это путь Господень, только для одного Бога. и никто из людей не дерзнет пройти ими. Вот речь даже не просто о благоговении, а о уникальности того, что совершает Бог в нашей жизни. Надо сказать, конечно, этот фрагмент в средние века разными, скорее поэтами, чем святыми отцами, подвергался еще некоторому истолкованию, как нечто, говорящее о Престой Богородице. Ну, в общем, я бы сказал, что нормальные и здоровые мужчины не должны обсуждать таких вещей. Да, а основной смысл все-таки вот в том, что Бог Израилев проходит абсолютно уникальным путем и не дерзнет никто из людей встать в этих самых восточных воротах. Дальше, смотрите, дальше, муж, который являет Изекиилю видением, снова дает ему, вот, я увидел, слава Господа наполняла храм, снова ему говорится, прилагай сердце твое ко всему и смотри глазами, я говорю тебе о постановлениях дома Господа и всех законах его. И снова, довольна вам Дом Израилев делать мерзости ваши. То есть, восстановление храма это не результат того, что Израиль очистился и стал отличником боевой и политической подготовки, а результат того, что Бог помиловал. И поэтому по-прежнему актуально говорить Израилю, не делай этих мерзостей, которые привели к разрушению храма. И дальше здесь говорится о том, что нельзя в Дом Господень вводить чужеземцев, сынов чужой, не обрезанных сердцем, не обрезанных плотью, чтобы они были, высветили, чем подносили хлеб, тук и разрушали завет. Значит, Новый Иерусалимский храм это место, куда люди приступают очистив свою жизнь и свое сердце. Это называется обрезанные сердцем и обрезанные плотью. И наоборот, не обрезанные сердцем, не обрезанные плотью, не участвующие в завете с Богом не могут и не должны в этот Дом Господень входить. Никакой сын чужой, не обрезанным сердцем, не обрезанной плотью, не должен входить во святилище. Но мало того, Господь также запрещает вход в святилище левитам, потомкам Левия, которые удалились от Господа во время отступничества Израиля, блуждали вслед идолов своих. Собственно говоря, отчасти в плену и, конечно, точно, особенно в послепленную эпоху, мы обнаруживаем некоторое развлечение между левитским священством. Одни потомки Садока, как здесь в книге Езеки Лето названо, священники, которые не предавали завета, всегда храняли Дом Господень, служение Господу, славу имени Его. И вот им в будущем Иерусалимском храме поручается, собственно, служение. А есть их же братья, потомки Левье, тоже левиты, из колена Левейна, и вроде бы тоже священники, но, так сказать, второго сорта. Они предали завет, они служили идолам. Здесь подробности, вообще говоря, не обсуждаются, как именно это происходило, блуждали вслед идолов своих. И вот, что будет с ними? Можно ведь сказать, что там, они будут все отстранены от храма, или они будут, не знаю, уничтожены, или еще что-нибудь. Вот такой странный феномен. С человеческой стороны завет разрушен, а со стороны Бога завет не разрушен, в том числе и с левитами. Поэтому Бог говорит, нет, они будут в святилище, но они будут стражами у ворот храма и прислужниками у храма, будут заколать для народа всесожжения и другие жертвы будут стоять перед ними для служения им. Левиты таким образом составляют некоторую низшую ступень Иерусалимского храмового священства. И здесь, в общем, это мотивируется тем, что они поклонились идолам перед пленом. Чуть позже. вот эта картина, зафиксированная в исторических книгах, будет, в общем, опрокинута обратно в древность. И мы обнаружим это развлечение в Торе, где оно совершенно анахронистично. Понимаете, такое впечатление, что люди, кодифицировавшие древнюю практику или описывавшие древнюю практику эпохи ранних царей или даже доцарской эпохи, вот спроекцировали во времени в прошлое то, что было более или менее актуально в эпоху плена или, может быть, прямо перед пленом. потому что, да, действительно, и в предпленную эпоху священство тоже, в общем, некоторым образом расслаивалось и социально, и по своему положению, по отношению к завету. В каком-то смысле эпоха плена оказывается таким центральным узлом в истории израильской религии, потому что именно отсюда берут начало в том числе и тексты, которые, как кажется, описывают гораздо более раннюю эпоху. И нередко мы, читая пятикнижие, обнаруживаем совершенно нереальные для времен Моисея реалии пленной эпохи, потому что эти повествования приобретали окончательную форму именно в эпоху плена, и именно тогда они редактировались. Ну вот, собственно говоря, эти самые левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля, это такой феномен предпленной и пленной эпохи. Вот он здесь зафиксирован в 44-й главе Изекииля. И, собственно, наказание заключается в том, что они не будут приближаться к Богу, священно действовать перед Ним. Ну, потому что мы думаем, что наказание это значит ремнем выпороть, в угол поставить, лишить сладкого, ну, или там в конце концов убить. А наказание оказывается вот в том, что они не будут перед лицом моим, не будут приближаться ко мне. И вот эта вещь, может быть, самая важная во всей главе, даже по сравнению с тем, что является ее основным содержанием. Будут стражами храма, не будут приближаться ко мне. В этом заключается их наказание. Наоборот, награда тех священников из колена Ливии, сынов Садока, которые во время отступления продолжали стоять на страже святилищей Господней, вот их награда в том, что они будут приближаться к Богу. Оказывается, это не только источник жизни и смерти, развлечения жизни и смерти, это и есть награда. Нельзя не обратить внимания, конечно, на стандартные стереотипные представления разных там древних египтян, древних персов или современных христиан о том, что награды заключаются в том, что после смерти ты попадаешь в место с хорошим климатом или с плохим, с жарой засухой, как вот у нас сейчас за окном, или что-то более приятное. Нет. Нет. Награда это приближаться к Богу, наказание удаляться от Него. И это для 44-й главы идея чрезвычайно важное. Ну и кроме этого, еще говоря о священниках из сынов Садока, которые будут приближаться к Богу, ну и принято думать, что позднейшее наименование садукеев идет именно отсюда. Он также, пророк также говорит о некоторых обязанностях, которые налагаются на священников и особенностях, так сказать, их служения. Снова говорится о том, что они должны в одних одеждах служить Богу, в других выходить к народу, не должны ни брить головы, ни отпускать волос, а вот непременно стричь, да, ну потому что и бритье, и отпускание волос нечто весьма нарочитое, конечно же, а это совсем не то, что ожидается от священников Господних. Кроме того, здесь излагаются некоторые правила о том, что священники должны жениться на чистокровных девицах из дома Израилева или вдовах, оставшихся вдовами после священника. То, что к новозаветной эпохе станет уже более подробными детализированными правилами левицкой чистоты, здесь в общих чертах уже обозначено. Собственно говоря, постепенная формализация этого правила приведет к превращению священников сынов садоков в своего рода такое, в общем, замкнутое сословие или даже этни, квазиэтническую группу. Но самое главное, они должны учить народ мой отличать священное от несвященного, объяснять им, что чисто, что нечисто, присутствовать в суде и наблюдать законы мои, постановления мои. Таким образом, священники, кроме служения Богу, еще и должны различать чистые от нечистого, законные от незаконного, правду от лжи и, соответственно, участвовать в суде. Ну вот, собственно, это самое главное, но есть еще два момента, на которые надо обратить внимание. Во-первых, с 25 стиха по 27 три стиха говорят о том, что священники не должны прикасаться к мертвому человеку, не должны даже подходить, чтобы не сделаться нечистыми, только ради отца, матери, сына, дочери, близкого родственника. Ну, сама по себе идея не подходить к мертвому человеку, чтобы не сделаться нечистым, можно ее только обозначить. Но помните, Господь Иисус говорит о человеке некоем, попавшимся в руки разбойникам по дороге в Иерихон, которые избили его и сняли с него одежду и его бросили, оставив его едва живым. Помните, да, и священник некий проходил путем тем, посмотрел и прошел мимо, и левит посмотрел и прошел мимо, и только нехто самарянин, которому до этой левитской чистоты было совершенно фиолетово, но вот этот самый самарянин милосердный помог ему. там дело не в том, что прошедшие мимо священник и левит оказались такими просто сволочами, безразличными к чужой боли, нет, в притче Христовой они именно ставят вот это, не должен никто подходить к мертвому выше помощи конкретному реальному человеку. Вот именно вот это место в 44-й главе против милосердного самарянина. Что важнее, человек, который нуждается в помощи или соблюдение вот этих самых правил, которые вроде бы идут от Бога, от Бога идут, тем не менее вот Христос противопоставляет их. Соответственно, знаете, в параллельных местах, в разных библейских изданиях, здесь почему-то нет ссылки на притч о милосердном самарянине, но вообще говоря, она тут быть должна. И последнее, в самом конце 44-й главы, довольно тоже существенная вещь, вот какая. В дальнейшем разделение земли Израиля довольно точно определяется пророком в пророчестве, как там в реальности это осуществлялось, другой вопрос. Кому, какая земля, где должна быть выделена? Князю, народу, тому колено, этому колено, но не священникам, что до удела их, то я их удел, говорит Господь, и владение не давайте им в Израиле, я их владение. Вот здесь мы видим в очень явном виде эту идею, что кормиться служители Господни должны от того, что собственно в храме Богу приносится. Вот, и начатки из плодов ваших принадлежат священникам. Вот эта идея, идея здесь очень подробно обсуждается. Именно поэтому и нету удела у колена левина, что Бог является их уделом, их частью в земле Израиля. Ну, вот, по крайней мере, для Иерусалимского храма, для Веткого Завета таково установление о священстве. Опять-таки, ну, здесь нельзя не заметить на то, сколь это разница с тем, каким будет священство в Новом Завете, но это, без сомнения, не тема ни этой главы, ни книги пророка Иезекииля в целом.